Еще в прошлом году Волгоградский областной клинический госпиталь ветеранов войн был переоборудован для работы с ковидными пациентами. По замыслу учения, возгорание произошло в одной из палат красной зоны. Из-за сильного задымления несколько человек не смогли выбраться самостоятельно и оказались заблокированы на втором этаже и на балконе. Кроме того, под угрозой оказались пациенты, не способные передвигаться, в том числе и подключенные к аппарату ИВЛ. Осложняло работу пожарных и угрозы заражения коронавирусом. Объекты здравоохранения, они ценятся как критические объекты, поэтому их нужно и так знать. А в связи с тяжелой обстановкой эпидемиологической, такие объекты вдвойне усиливаются, потому что не только больные подвержены угрозе, но также и личный состав подразделения пожарной охраны. После учений, естественно, проходит вся обработка санкадемическая, ну и, конечно, такие учения у нас привязаны в системе школы оперативного мастерства. Основная задача отработать, первое, естественно, это взаимодействие с медицинским персоналом по эвакуации больных ковидом, работа в красной зоне, ну и непосредственно уже ваши действия по спасению людей. В таких условиях счет времени идет даже не на минуты, а на секунды. И жизнь пациентов, особенно тех, кто находится без сознания, зависит не только от пожарных. Грамотные, спокойные и оперативные действия персонала госпиталя – залог спасения. Каждый сотрудник должен знать алгоритм поведения в чрезвычайной ситуации и помнить, где на этажах находятся средства пожаротушения. Госпиталь ветеранов имеет средства пожаротушения. Огнетушители в каждом блоке, в каждом шкафу пожарного имеются свежезаряженные огнетушители, 45 штук. Кроме этого, госпиталь оборудован системой пожарной сигнализации. Эта система пожарной сигнализации подсоединена к другой системе оповещения через рад беспроводную связь с пожарной службой города. В летний сезон пожарно-тактические учения в Волгограде и области проводятся чаще. Специалисты отрабатывают не только элементы межведомственного взаимодействия, но и работу в сложных условиях. Ксения Колоскова при поддержке Пресс-службы Главного управления МЧС России по Волгоградской области.